Субтитры делал DimaTorzok Соответственно, потрясение и для того, чтобы, опять же, разгоняться и выживать. То есть, вот здесь, опять же, если мы возьмем крутые меры и сразу видим, да, то есть, максимальная защита палпатина увеличена на 50%, а при наложении им потрясения он получает еще 5% к максимальной защите до конца схватки. Вот, то есть, здесь замешано все на отрицательных эффектах и на скорости, соответственно, накидываем сюда эффективности и скорости. Также я видел, что кто-то накидывает эффективность и, по-моему, ХП. Вот, но здесь я тебе не подскажу точно. Не знаю, не пробовал. Меня устраивает такой мувсет. Если же по жукам говорить, то здесь какие вопросы? Итак, начнем с конца. Почему-то всегда начиная с конца. Джаназийский солдат. Скорость и стойкость. Для чего тут скорость и стойкость? И какие тут могут быть еще, опять же, такие критерии? То есть, какая фишка джаназийского солдата? Если мы возьмем тактику Улья, то мы видим, что дает с юзным джаназийце 15% к шансу на критический удар. Нанеся критический удар, джаназийский солдат получает 25% шкалы хода. То есть, я часто вижу, что, опять же, его накидывают в крит-шансы. Я накинул, соответственно, скорость и стойкость. Но можно скорость и крин-шанс накинуть, что вполне так же работает. Если же мы берем погля меньшего, то у нас здесь скорость и эффективность. Скорость, чтобы чаще ходил. Эффективность, чтобы он с базовой мог накидывать все чаще блокировки. Для чего, опять же, скорость и чаще ходил, потому что решительность воеводы снимает все отрицательные эффекты и получает 4% шкалы хода за каждый снятый отрицательный эффект. Усиливает атаку всех союзных сепаратистов на 3 хода. Затем призывает на помощь выбранного союзника. Также есть тактика Улья. Поголь получает 5% к вертыванию за каждого другого союзника с эффектом коллективного разума. Союзные сепаратисты без коллективного разума получают 25% к атаке и еще 25% за каждого погибшего союзника. Вот. Смысл именно как раз таки в том, чтобы он ходил чаще и накладывал свой вот этот вот тук-тук-тук запрет на использование способностей. Единственный аспект, что вот есть много персонажей, да, тот же самый Палпатин, где написано процентность, проценты по вероятности применения того или иного отрицательного эффекта. Я до сих пор, кстати, не разобрался, влияет ли эффективность на эти показатели или нет. Напиши, кстати, в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Вы байтик небольшой. Далее. Санфак. Соответственно, жир, стойкость. Он у нас танк, он должен стоять, он должен жить. Плюсом еще что-то здесь... Когда вот бонус коллективного разума, когда у Санфака есть провокация, он получает усиление обороны, увеличение здоровья, увеличение краж здоровья на два хода. Другие союзные джианазийцы получают эти положительные эффекты на два хода, когда Санфак лишается провокации. То есть, с одной стороны, как бы можно использовать... Я для чего... Давай я поясню, я для чего использую жир и стойкость, чтобы он, соответственно, находил стойкость для того, чтобы его не накидывали в стан и не накидывали отрицательные эффекты. Но, опять же, здесь можно будет поиграться. Я джианазийцев не использую уже давным-давно, поэтому, опять же, сказать, что надо использовать именно так, а не как иначе, я не могу. Потому что, опять же, я их ими не играю. Зачем они мне? Они у меня просто есть и есть. Что касательно шпиона, то здесь крит, урон и стойкость. Стойкость, чтобы, опять же, не получил, допустим, тот же самый неприятный стайн. Крит, урон для того, чтобы он выдавал как можно больший урон. То есть, он у нас критует, у него настакивается атака. Каждый раз, когда он переходит в невидимость, то есть, ты этого не видишь. Но игра при этом, каждый его переход в невидимость считает как за настакивание. Поэтому он может весьма нехило улупить. Соответственно, когда он бьет, он бьет в крите. Если у нас еще будет повышенный крит урон, то ударит он по самой помидорке. Если же мы говорим про альфу джианазийцу, то так осталось здесь по старинке. Это скорость и стойкость. Скорость, чтобы намного чаще ходил. Стойкость, соответственно, чтобы, опять же, на него не накладывалось отрицательных эффектов. Все эти модули, они очень старые. Они давно не менялись. Но скажу тебе так, что они позволяли мне и тогда играть достаточно уверенно. Плюсом закрывал подобными жуками. Что закрывал? События новато. Да, то есть, закрываются вполне себе неплохо. Одно из старых видео есть, где, по-моему, закрывалось это вообще исключительно в золотых жуках. По реликам я поднял, исходя из требований. И просто для того, чтобы усилить гарантии получения вата. Как-то так. Надеюсь, ответил на твой вопрос. Немного сумбурно. Но, тем не менее, очень старая информация. Я уже все забыл. И вообще, в принципе, никогда не знал. Так, что касательно Великой Арены. Прошлый раунд, соответственно, победили. Счет, какой он ударил. Но, соответственно, закрытие у него не прошло, как и у нас. Но, соответственно, мы закрыли немного больше. Сегодняшний соперник меня немного напрягает. Потому что деф он выставил вообще все, что было. Но при этом еще и хорошо так улупил. То есть, он и Джабу закрыл, и Рей закрыл, и Лею закрыл. Здесь вопрос только, опять же, встает кем. Но Лею, это понятно, он закрыл с помощью Бэйна. Да, Рейку закрыл, скорее всего, с помощью Старкиллера. Джабу закрыл с помощью, скорее всего, СЛКР. Да, могу предположить, есть у него СЛКР в защите или нет. СЛКРа нету. То есть, у него Джаба, Лея, ЛВ. И, соответственно, наверху МДК и товарищ Палпатин. Вроде как, у него еще СЛКР есть на складе. Он, скорее всего, против Джабы-то его и использовал. Возможно, прочекал мой деф и готовился именно к дефу. Хотя нет, СЛКР опять же нет. Кем он закрывал Джабу? Наверное, Афрой. Ну да, Афрой имеется. То есть, вполне может быть, что Афрой. Кем еще мог закрыть? Я, на самом деле, не знаю. Может, Бо Катан, Мандалорка. Может, опять же, нейтральные адепты силы. Я особо не знаю, потому что я не изучал его склад. Но, тем не менее, закрыть он закрыл. Пойдет ли он дальше? Вполне может быть. Ведь сейчас, на данном этапе, он просто ждет моей ответки для того, чтобы посмотреть, лоханусь, видимо, я или не лоханусь, или как дальше я, в принципе, буду закрывать. И здесь вопрос, конечно, остается открытым. Почему? Потому что, например, Джабу я заберу за СЛКР. Лея я заберу, соответственно, за Бейна. ЛВ я заберу за МДК. А дальше у меня уже начинаются трудности. Потому что у меня еще остается Палпатин и остается сам же МДК. Но при этом у меня из легенд остается кто? У меня остается только один млюк. Млюка на Палпатина пускать, ну, это вообще самоубийство полнейшее. На МДК, ну, в принципе, может быть, если получится законтрить кошку. Если ее законтролить получится. Потому что, на самом деле, я даже не представляю, что мне делать. Как тут вообще жить и быть и вот это все. Но, тем не менее. Давай мы, наверное, откроем низ. Посмотрим, что у него позади. Попробуем забрать хотя бы нижние две локации. А потом уже с остатками сил мы пойдем куда-нибудь наверх. Если же мы сейчас зайдем, опять же, в статистику. Посмотрим хоть какую-нибудь статую. Я ее, кстати, не смотрел еще за сегодня. Поэтому давай быстро взглянем. Кем у нас забирается по-хорошему, да. Допустим, тот же Палпатин, Саваж и... Кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Малок. Малок, Малок, Малок. Давай. Вообще редко очень вижу товарища Палпатина в защите. Кстати. Кстати, откуда он тут взялся? Палпатин. Соответственно, Малока сюда закинем. И, соответственно, закинем сюда Саваж. Если мы посмотрим, то кто их достаточно стабильно забирает. Это, опять же, зеркало Палпатин, но я его уже к тому времени потрачу. Это, соответственно, СЛКР. Это, соответственно, МДК. Это, соответственно, Лея. То есть, это, опять же, все легендарные персонажи. Ну, еще Бэйн, кстати, может забрать, которого я тоже уже к тому моменту потрачу. Остальных я на данном этапе вижу вообще никого, чтобы мог кто-то забрать. То есть, исключительно сюда заходит Легенда. Если мы говорим про МДК. Кто у нас может, опять же, забирать МДК? Потому что у меня, кроме Легенд, никто, опять же, да, в мысли вообще не подходит. Видим МДК, видим Млюка, видим Лею, видим Реву, которого у меня в защите, по крайней мере, половинка точно в защите стоит, поэтому не подходит. И дальше все остальное МДК, либо Бокатон. Бокатон у меня нет, Рева, считай, без Гранд Инквизитора не закрывает. Соответственно, у меня ее тоже нет. То есть, по сути, здесь остаются также только легендарные персонажи. Все остальные здесь не смогут вытянуть. Если же мы говорим о нижних территориях, то есть, заменить кем-нибудь нижние территории, для того, чтобы не тратить сюда Легенд. Да, то давай, опять же, подумаем, Джаба кто? Джаба, при том, кстати, еще и с Датакроном на вторую атаку. То есть, здесь как бы и СЛКР-то может освездюлиться, поэтому здесь не стоит недооценивать. Берем, соответственно, Джабу, Красантана, берем Лею, забиваем в поиск, и мы видим, что здесь все легендарные персонажи. При этом, даже если мы возьмем ту же самую Афру, то 20% вероятность закрытия это супермало. Поэтому здесь, к сожалению, увы и ах, никак не получится выкрутиться. Есть товарищ Старкиллер, да, который с 50% вероятностью закрывает. Опять же, здесь надо смотреть на то, на Датакроны, да, то есть, выручат ли меня Датакроны в данном случае. Возможно, двойной Датакрон как раз-таки здесь и поможет, потому что с двойным Датакроном, как бы, извини меня, Старкиллер весьма неплох. Но, опять же, здесь, по-моему, призывы в Джабу не будут работать. За это время, я не знаю, Лея успеет кого-нибудь у меня выстегнуть, не успеет, хер пойми. Если смотреть все остальные контры, то, опять же, это у нас кто? Это исключительно легенды. У меня нет просто банально столько легенд для того, чтобы его выстегивать. То же касается Леи. Соответственно, здесь Р2, Д2 и... Бляха, все время забываю. Как тебя зовут? Драган? Дроган? Дангар? Драган, Драган. Короче, соответственно, забирается зеркалом. Дальше легендами, легендами. Бэйн, кстати, и то с вероятностью. Не то, чтобы прям сильно 49-46%, 59-53. Это не так много, как хотелось бы. Да, то есть, соответственно, мы видим, что здесь тоже только легенды. Легенды, легенды и еще раз легенды. Ну и то же самое касается товарища, который ЛВ. Это у нас ЛВ, Гидеон и Красный. Здесь, скорее всего, без легенд мне тоже не обойтись. Ну, либо Бэйн. Либо Бэйн еще может быть. Так, ЛВ. ЛВ, соответственно, Красный. И, соответственно, Гидеон. Где он, кстати, Гидеон? Кстати, уже самое интересное... А, вот, нашел Гидеона. Хорошо. Сразу видим, что закрывает МДК. Закрывает Бокаттон. У меня ее, к сожалению, нет. Закрывает Бэйн. Охотники еще закрывают. У меня охотники не прокачаны. То есть, мои охотники в данном случае не справятся. Это имеется в виду Лисичка, да? Ух, а Боск. Боск. И Гриф Карга. Ну, да, Грифа Карга у меня нет. И здесь еще без Датакронов. А там Датакроны. То есть, здесь, по сути, тоже все на легендарных персонажах. И особого выбора у меня нет. Поэтому, принимая волевое решение, закрывать нижние участки, там дальше будем посмотреть. То есть, мне бы хотя бы здесь не лохануться, да? Уже будет хорошо. Так, СЛКР. Кого мы сюда возьмем? Опять же, подожди. А стоит ли мне здесь пробовать и заходить товарищем Палпатином? Ой, не Палпатином. А, ну да, Палпатином с Старкиллером. С одной стороны, если Палпатина со Старкиллером засухарю, то я тогда смогу здесь забрать, например, вот этого Палпатина, а Млюка попробовать пустить на МДК, да? То есть, какой-то шанс, некий план банан у нас может вырисоваться. Но для того, чтобы это все осуществить, здесь моя империя должна, соответственно, пробиться. Но вот есть у меня подозрение, что игра кинет меня через такой хуй, который я еще в жизни не видел. Соответственно, давай попробуем. В принципе, проиграть мне не то, чтобы прям страшно и опасно, но... Ага, с Марой решили зайти. Допустим. Мара пока живет, окей. Станы здесь, насколько я помню, пока не Арбейтен. Вот это сейчас было хорошо. Обратка это хорошо, но мне бы хотелось, чтобы все-таки были приходы в призы, в подкреп. О-о-о, смотри-ка ты. А Старкиллер пока все-таки подсасывает, да? То есть Старкиллер пока такой, ну, типа, я подожду. А теперь все-таки решил поработать, да? Это хорошо. А можешь еще разок? Вот это тоже хорошо. А можно еще вот... Ну, так, в принципе, тоже норм. Ну, давай швырнем камушек. Ага. Так, проблю... 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 Да что такое? Пробью ли я джабу теперь после этого? Конечно, вопрос остается открытым. Но, по идее, если с двойными атаками, да, то есть постоянно на критах... Давай мы чисто базовыми сейчас его попробуем пробить. Да, слушай, сработало. То есть, с ЛКРа мы с тобой засухарили, что круто. Отлично. Отлично. А запись вообще идет. Такое нельзя проебать. Так, ладушки. Лея, это Бэй. Наверное, здесь опять же, да? Нет, здесь танки. Танки, блин, это плохо. Танки это плохо, но у меня, опять же, выбора нет. Я сюда возьму... Кого? Я возьму сюда пожирнее. Я рисковать не буду. Вот у меня, опять же, Дарт Малок. Кто-то не пришел из везде рукав. Блин, я забыл Датакрон вытащить, который дает очень много... А, вот на вата можно взять. Вата можно Датакрон стыбрить. Потому что на IG я запихнул в защиту, еще в прошлый раз жаловался. И я так про него и забыл. Так, Лею здесь вроде как нельзя выбирать с целью, потому что на Легенд это все равно не работает. Да? Давай тогда хотя бы снимем положительные эффекты. Давай так бахнем. Вообще никакого смысла, что ударил, что не ударил. Абсолютно бесполезная херня. Ага, ага. Так, здесь я ударю все-таки сюда еще разок. А вот за Бейна я ударю Лею. Потому что он базовая атака. Если я ничего не ошибаюсь, ворует атаку вражескую. Но, как ты видишь, предвидение дало о себе знать. Угу. Так, неприятно, что все в инвизе. Давай мы в любом случае сделаем отсос, чтобы ему дать стак. Потому что, скорее всего, он не доживет до следующего своего хода. Блин, а я, походу, не из-за того переживал. А если я сюда? Так, первый ушел. Какой ты болезненный. Как ты больно бьешь. Амразот. Ахахахахахахах. Блядь, 430 тысяч чистого урона. Я как должен? Как я должен вообще? Какой персонаж вообще переживет 430 тысяч чистого урона? Откуда столько взялось-то? Да ничего, на атаку нет. Ты что творишь, мразь? Вот это уже да, вот это уже проблема Потому что на самом деле, Кем, теперь я буду Закрывать Лею Вопрос остается открытым Возможно, как раз таки Сэкономленного СЛКРа сюда придется И потратить, он тебя и наэкономил Да? Вот это здравствует Не, ну я не ожидал, что столько будет урона Конечно, урон должен быть, но чтобы до такой Степени, это ж ёп твою мать Хотя у СЛКР Я смотрю тоже процентность Закрытия, ну, как бы Сосет, если уж совсем Мягенько высказаться То она не какущая Но опять же, если брать всех легенд, то у него Самый высокий рейтинг по закрытию Поэтому, поэтому, поэтому Блин, если я Сейчас здесь отлетаю, то я получается Не закрываю Вниз не закрываю и вверх не закрываю Что уже плохо Если я пойду наверх, то там я Хотя бы закрою Закрою, закрою, закрою То я там хотя бы закрою Вверх и флот Хотя флот Тоже под вопросом Что он там на флоте Поставил-то? На флоте у него там прям Хорошо или прям плохо? А, ну флот у него Слабое звено То есть, по идее, флот он мне не закрывает Но он может полностью мне Закрыть пешку И тем самым уже Меня победить Если я пойду по низу И сейчас с ЛКРом Закрою лею То я наберу больше стягов За счет того, что на нижней территории Дают больше стягов Но если я здесь Отлечу сейчас с ЛКРом То я не закрою низ И я не закрою Получается вверх От слова совсем Здесь же я могу зайти сюда С ЛКРом Сюда, например, так же МДК зайти Палпатина кинуть На Амедалу Малгуса выбить Гэсом А Гэса выбить Дамлюком Тем же самым Блин, ладно Давай менять тактику Я что-то На лею не очень Желаю заходить Мне кажется Что это будет Более правильным решением Потому что иначе Прям совсем Грусть, печаль И попа боль Мне кажется Там ничего хорошего Не выйдет Да? Да Давай Не будем рисковать Попробуем Другую тактику Хорошо, что Он на СЛКР Кстати Не повязал И хорошо И удивительно Одновременно На самом деле А, он же у меня Криты отобрал О, там Мразь Так Наверное Имеет смысл Вот от этого Дяди-то Побыстрее Избавиться Ага Он ворует Мастерство У этих двух А я буду Воровать У него Мастерство Да какое Уклонение Ну ты что Что ж ты Баран Пляха Так Вот это уже Печалюшка Какой-то Перестань Ну ты что Ну что ты Зачем ты Ну дружочек Ну еб твою мать Уклонист Уклонист Херов На тебе Дед По шее Хорошо Ладно Здесь пробились Блин Ну план Банан Конечно мой Немного Пошел По звездюлиной Мне это Не нравится Не нравится Мне Это Так Здесь соответственно Кто Ты Датакрон Будем какой-нибудь Брать Нужен ли тебе Датакрон Слышь дружище Оборону Нет Оборону Я точно Оставлю Не тебе Млюк Давай вот это Говно Возьмем Там я Оставлю Млюку Оборону Оставлю Гэсу Ты пойдешь Соответственно С голой Жопой Ааа Ты вот так Да Мразота Ладно А я по скорости Блин Я по скорости Угу Ну ладно В любом случае У него нет Игнорирования Провокации Поэтому Насрать Вообще Его этот Хот Банан План Банан Непонятно Что это Такое Было Сейчас Но Тем не менее Ставить МДК Вообще В защиту Без танка Ну Блин Я даже Не знаю Зачем Ну это же Просто Прямой Слив кошки А слив Кошки Это уже Проигрыш МДК То есть Как бы Ладно Не суть Важна Проблема Наоборот Заключается В том Что Его Лея Ушатала Моего Бэйна И это Очень плохо Он сейчас В льду Пойдет И будет Нацелен Наверное На кошку Да Да Ты Тихо Вот так Ну я Тогда Пока Сюда Ударю Шиенчик Потихоньку Накину Напиши Пока В комментариях Как думаешь Стоило Ли мне Рисковать И все Таки Идти На Лею За Первый Порядок Или я Правильно Сделал Что Переключился Наверняки На верхние Ряды Соответственно Итоги Это мы Узнаем В следующий Раз Там уже будет Очевидно Правильно Я сделал Или нет Исходя Из закрытия Того Что сможет Соперник Как он Сможет Ударить Но я думаю Что в целом Он пробьет То есть У него Скорее всего Тактика Какая Соответственно Прикрывает Первые Ряды Задние Ряды Там Чухня Полная И на Флоте Тоже Чухня Полная Вот Но зато Больших Трудностей Больших Усилий Стоит Его пробить Как раз Первые Ряды Опять же У него Другого Выбора Нет Видишь У него По флоту Прям совсем Грусть Печаль Здесь Сюда Кого я хотел Запустить Тебя Сепаратист Ты Ват Кого еще Тебе Подкинуть Брат Братишка Хуй Хуишка Я даже Не знаю Кого сюда Швырнуть Ну Серьезно Давай Тебе Ну Тут Альфа Я не знаю Кто тут Вообще Может Пригодиться Мне Главное Криты Повязать Вот У этого Хера Потому Что Этот Хер Будет Бить Очень Больно Ох Ты Батюшка А вот Я тебе О чем И Говорил Бить Он Будет По Самые Помидорки Вот Этот Оби Ван Подаван Лупит Он Просто Как Не В себя Так Дай-ка Телефон Вот Сюда Поставлю Чтобы Я видел Когда Придут Уведомляшки Так Давай Мы Сделаем Вот Сюда Ага Способности В откате Минус Минус Альфа К сожалению Увы Ах Так Переключились На Меня Вот Черт Тихо 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 Очень Больно Бьют Несмотря На То Что И Криты Порезаны И Убраны Совсем Забрал И Атака Порезана Но Бьют Все равно Больно Ну Потому Что Еще Мастер Квай Гон Так То Может Тут Навешать Люля Тихо 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 Вот Сюда Разок Спокойно 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 И эти Ваши Отрицательные Эффекты Вы Оставьте Их Пожалуйста При себе Товарищи Так Как это Я удачно Успел Повязать Вот этих Двух Да То есть До призыва Как это Я забыл Как называют Кого Кого тут Падмы Призывают Почему Кстати Не призывают До сих пор А Вот Как тебя Звать Мать Имя У тебя Есть Прислужница Приманка Точно Пока Приманку Не успели Призвать Обычно Сразу Призывается Приманка И Связь Можно Будет Накидывать На Приманку Либо На Падмы Либо На Квайгона А здесь И Квайгона И Падмы Получилось Связать Что Хорошо Потому Что По сути Мне Сейчас Только Надо Дождаться Отката Способностей Ульты И Соответственно Быстренько Их Выстегнуть Блин Еще 10 Ходов Перепривязку Сейчас Делать Бессмысленно Потому Что Она Упадет На Приманку Я Не хочу Ее Связывать На Кое Хер Она Мне Нужна Она Урона Не Наносит Ничего Не Делает Да Перестань Я Вот Еще Думаю Кем Гэса Еще Кем Надо Забрать Да А кем Я Хотел Забрать Гэса Подожди А кем Я Там Гэса Собирался Забирать А Млюком Блях А Млюк Справится Млюк Потому Что Нихера Не Легенда По идее В теории Конечно Должен Но Хрен Пойми Если Мы Нормально Закроем Вверх То У меня Еще Останутся Пачки Забрать Внизу Еще Две Там Потому Что Эвоки Были И Еще Какая Это Херня То Я Еще Немного Стягов Смогу Там Себе Подрезать Так Ага Смотри А тут Малгус С Древаном Ну В принципе Древан Это Не Малок По идее Должно Пройти Но Не Факт Но Не Факт Блин Не Нравится Мне Наличие Малока Здесь Ой Древана Это Первое Почему Не Нравится Но Опять Мой Пацан Пока Крит Выдал Больше Критов Не Выдает Да Это Зря Конечно Братишка Да Вроде Еще Потихоньку Пытается Что-то Критовать Там Пока Не Сучился Дружище А мои Два Яйчишка Которые По сторонам Слева Справа Находятся Они Пока Ход Не Получили И Видимо И Не Получат Так Ну Получил Ход Да Но Опять же Мы Не Можем Задиспелить И Разогнаться Нормально Потому Что Способности Уже Были Откатен Ой 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 Так 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 А я Все равно Ничего Не Получу Я Ударим Разок Так Допустим Блин Мне бы от Древона Избавиться Хорошо Давай сюда Давай вот так Потому что Древон Будет Постоянно Накидывать Страх На моих Пацанов Которые По бокам Стоят Точнее На одного Оставшегося Мне Это Здесь Вообще Никак Не Поможет Плюсом Он Еще Может И Подхиливать Их Что Опять же Мне Не В Кассу На Держи Дружок Ну Сейчас У меня Гэс Если Будет Выдавать Криты То Все Будет Огонь Если Не Будет Выдавать Криты Я Его Уволю Нахуй Отлично Так Здесь Прикрыли Лавочку Здешнего Гэса Это Млюк Это Рлюк И Это Соответственно От Шошельник От Шошель Так Здесь Есть Что Нибудь На Защиту Оборона Есть Пробитие Есть Защита Есть Но Это Мне Все Понадобится Это Мне Еще Все Наверное Понадобится Давай Вот Эту Гадость Возьмем И Попробуем Гэса Здесь Выстегнуть А Вражеский Гэс Я не Заметил С Датакроном Нет Нет Он Без Датакрона Хорошо Хорошо Давай Давай Что Мы Сделаем Мы Наверное А Так Вот Сделаем Мы Наверное Сделаем А Так Вот Немножко Мы Наверное Дадим Сразу Всем Станы Мы Наверное Сделаем Блоки И Наверное Начнем Прям Хорошенько Хорошенько Гэса Принижать Чтобы Он Не Успел Пока Сходить Дальше Мне Надо Выстегнуть Быстро Файвза Отлично Мне Это Нравится Вот Так Это Мне Тоже Нравится Вот Так Это Мне Тоже Нравится Успел Ударить Разок Да Ну Я Тогда Сделаю Пока Так И Потихоньку Держу Тебя Опять же Таки Встань Чтобы Ты Не Рыпался Блин С Потому Что Мы Его Тупо Держим Встань Хотя С Другой Стороны Рекс Может Его Вытащить Из Стана Если Успеет Конечно Сходить Так Палача Он Стал Ставить В Защиту Или Нет Нет Не Стал Это Хорошо То Палач Он Пошел У него В Атаке Но Все Равно Ничего Не Сделает Окей Надо Подумать У Меня Кто Из Крутых Есть Прям Чтобы Крутые Крутые Вот Кто У Меня Крутые Сюда Я Переговорщика Закину Он У Меня Прямо Таки Крут Наверное Да Очень Хочется В Это Верить Да И Так Хотя Мародер Слабоват Да Ну Бракованную Партию Я По Чуть Подкачиваю Ой Что Это У Меня Тут За Сообщение Какое Это Пришло Уведомление От Батареи Прикинь Мне Батарея Написала Уведомление Сообщение Батарея Мне Смс Очерканула Ебать Надо Тупая Конечно Так Сюда Надержим Вот Так Разок Я Еще Смогу Вжарить Здесь Что Что На Мародере Возможно Когда Нибудь Я Обязательно Прочитаю Способности Но Это Не Точно Скорее Всего Вряд Лип Наступит Такой Момент Чтобы Я Начал Читать Способности Еще И У Кораблей Так Здесь Я Что Делаю Здесь Я Делаю Вот Так Здесь Я Даю Угла Сюда Немного Так Что-то Я Использую Пожалуй Сейчас Да Ну Отстань Да Ну Брось Перестань Бля Как Меня Антикрит Конечно Раздражает Живи Ой Вот Этого А Нет Этого Можно Было Один раз Убить Потому Что Он Не Призывной Он Основной Как раз Так Так Отлично Не страшно Не страшно Наоборот Даже Плюсом Сейчас Мы Быстренько Опача И победили Ах Нет А Ну Да Все Победа Победоносная Не Ну Конечно Будь бы Мародер И ЮБТЛ Да В каких-то Больших Звездах Какой-то Большей Прокачки Возможно Это было бы Даже Прошло И вообще Без потерь Ну Уж Как Получилось Здесь Вопрос Остается Открытым То есть Прошлый Раз Вот Этот Гад Мне Поднадосрал Достаточно Таки Нехило Что Если Я Сюда Зайду На этот Раз Империей А На Повстанцев Зайду За Злорадство Как Думаешь Хер знает Блин У меня Злорадство Такое Слабенькое Там Даже Не знаю Что С ними Делать Эти Выставили Неплохо Они По-моему Злорад Подожди А я не помню Злорадство Уделали Мое Да За счет Массовки Подожди Бля Они Ж Тогда Были Не Под Стойкостью Они Тогда Были Ёптель Они Ж Тогда Под Исполнительницей Были Зря Надо Было За Злорадство Сюда Идти Во Я Лох Писос Вот Это Я Лоханулся Конечно Они Ж Тогда Точно Они Были Под Исполнительницей Ой-ой-ой-ой-ой Ты Посмотри Что Творят А Выцеливают Прям От Эля Ты Крыса Да Я Под Стойкостью Этих Пацанов Кстати Еще По-моему Не Встречал И Что То Мне Не Нравится Что То Мне Это Не Нравится Так Давай Мы От Него Избавимся Похилим Наверное С Вейдера Кто Там Еще А Ивен Вис Сразу Ладно Давай Мы Сделаем Вот Таким Образом Я Те Сейчас А Ну да Нет Его Надо Он 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 Танк Точно С провокацией Я Уж Забыл Совсем Ну Ладно Ну Че Ты Нервишки Шишки Это Можно Так На Держи Сюда Тройная Подача На Держи На Держи Ски Метарушка Так Подожди Так Они Все В Инвизе А Если Они Все В Инвизе Значит Я Могу Любого Из них Достать Сюда Иди Блин Ски Пацаны Ну выходите Уже Из Сумрака Задолбали Не Сработало На Уничтожение Но Зато Хотя Бы Сработало На Отхил Правда Хилить Конечно Пацана У которого Есть Провокация Это Мега Тупое Мероприятие Но Тем Не Менее Так Хорошо Ладно Хорошо Ладно Повстанцы Разнесем Мы Рыбу Моим Злорадством Потому что Повстанцы У него На порядок Крепче Но Опять же Будем Таки Посмотреть Моя Задача Либо Быстро Пробиться Через Танка И Сокола Забрать Потому что Здесь Сокол Основная Ударная Сила Либо За счет Шпиона Накинуть Провокацию На Сокола Вот это Хорошо Да Его Бейте Его Бейте Я как раз Получу Малеха Разгона Сейчас Я только Сниму Отрицательные Эффекты Которые Мне тут Не нужны Если Сокол Снимет Снимет Ой Ой Отлично Вышло Да Нихера Себе А че У меня Пацаны Дотворят Это Откуда Столько Урона У пацанов Они Вроде Столько Раньше Не били А ну Сколько Уклонений Будет Мне Прям Интересно Слушай По-моему Там Одно Попайдание Было Сразу Смертельное Все Остальное Ушло В уклонение То есть Представь Если бы И первое Было бы Уклонение То промазали бы Вообще Все Ну Ладно Допустим В любом Случа Пока мы Идем Херовенько Потому что Моя Тактика Пошла По звездюляне А это Плохо А это Плохо Так Шакти С клонами Шакти С клонами Шакти С клонами Да Пусть Инквизитория Идет Что мне еще Делать Мне По сути Здесь Ловить Уже Нечего То есть Мне просто Надо Закрыть Этих Ребятушек И Соответственно Пойти Дальше То есть ЛВ я Не забираю Лею Я не Забираю Тогда Соответственно Хотя бы Этих Закрыть На Держи Ага Я Рассчитывал Что ты Будешь Диспейлить Да Ну Какой Промазал Ну Ты Что Блин Епическая Сила Промазал Дятушки Так И Эваков Надо Забрать Кем Нибудь Так Чтобы Прям Хрен Знает Жедаи Наверное Сходят В атаку Тут У меня Среван Йода Есть Бася Есть Не знаю Что От них Тут Взять А Ну У меня Есть Еще Вампу Подожди Давай Мы Вампу Пустим По крайней Мере Почище Все Это Будет Но Остальные Не Использованы Но Опять Где Я Их Использую Ну Пущу Я Афру На Кого Пустить Афру Непонятно На Кого Пускать Афру То есть У меня По сути Уже Никого Не Осталось Где Б Я Кого Мог Хоть Как То Забрать К Сожалению Там Даже По Одному В целом Не Получится Никого Выстегнуть Ну Типа По Одному Имеется Ввиду Там Зайти На ЛВ Забрать Например Хотя Бы Красненького Да То есть Какой То Там Стежочек Заработать Это Все Бессмысленно Давай Ходи 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 Все Допрыгалась Тетя Мотя Так И Здесь Соответственно Все На этом Скорее Всего Так И Останется То есть Здесь Я опять же Таки Ничего Не Сделаю Даже Если Мы Зайдем В Охотников За Головами То Мы Увидим Вот Этого Да Но Опять же Кто Они Фиолетовые Они Просто Не Выживут Очень Хотелось Я Не Спорю Да Ну Допустим Я Возьму Если Даже Вот Эту Херню И Ну Ты Понял Меня То В любом Случа Не Получится Здесь Какой Контракт Вообще У Лисы Где Контракт Прочитать А Ну Да Снять Или Прекратить Действие 20 Отрицательных Эффектов На Союзных Огни Загрели Мерзавцами Вот Проблема Вся В том То Что Я Не Выполню Этот Контракт Помимо Контракта Надо Еще Получить Повышение Шанса На Крит Урон Мандалорцу Да Для Того Чтобы Он Хотя Бы Красного Ультанул То есть Здесь Должна Быть Феник Шэнд Давай Если Опять Жда Мы Сейчас Прыгнем Статистику Посмотрим ЛВ Где Он ЛВ Красный И Соответственно Гиды Он Вот Он Гиды Он Взяли Если Мы Берем Феник Шэнд То Это Боск Либо Гриф Карго Это Мандалорец И Гриф Карго Все И то Это По одной Битве Никто Судя По Статистике Особо Уже Больше Не Заходит Этой Контроль А у Меня К сожалению Нет Ни Первых Ни Вторых Да То есть Мерзавцев Я возьму Где У меня Ну У меня Как бы Есть Гриф Карго Но Опять же В таком Состоянии Что Ничего Тут К сожалению Не сделает Поэтому Поэтому Есть Вариант Если Только Какого Нибудь Охотника Взять Но Опять же Какого Сюда Охотника Взять Танка Никакого Здесь У меня Нет Никого Нет А сделать Я тут Ничего Не смогу Мерзавец Опять же Да Кто Тут Танк Свинья Свинья Даже Сходить Не Успеет Нут Нут Да Нут Конечно Да А если Нут Пока Что Он Сделает Он Еще И Без А Нет Я С другой Стороны Датакрон Я Все Равно Взять Не Смогу Никакой Потому Что У Меня Там По М Ну Давай Зайдем Ну Так Чисто По Приколу По Фану Ну Можно В принципе Афру Наверное Пустить Ага Ну Слепоту Сразу О Здрасте А Ну Тогда Конечно Так Феник Тут Просадили Так Что И она Сейчас Помрет Да 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 Тут Видишь Чистый Урон Прошел И Он Сейчас Будет Ходить Безостановочно За счет Датакрона Поэтому Успеет Сходить Разок Видишь То есть Уже Как Б Плюс Да То есть Пробить Им Тут Совершенно Не Пахнет Потому Что Товарищ Который Гиды Он Собака Тварь Отжал У нас Атаку А Ну Еще Слепота Ёптель Ну То есть Здесь По сути Ничего Не Получится Да Ладно Хорошо Давай Отступаем На Сим Все Результат Узнаем В следующий Раз А ты Пока Подписывайся На Ютуб На Рутуб На Дзен На ВК Куда Хочешь Телегу Обязательно Напиши Лайки Став Комментарии Большое Спасибо Что Посмотрел С тобой Был Роман И да Прибынет С нами Сила